Он редко был фаворитом в своих боях, но одержал 39 побед на профессиональном ринге, 28 раз отправлял противников в нокаут и завоевывал титул чемпиона мира. Болельщики и специалисты не ожидали от него чудес, но он как минимум дважды потряс всю мировую боксерскую общественность, и об одном из этих случаев мы расскажем вам сегодня. Легендарный Олег Маскаев в своё время побеждал и завоевывал призовые места на чемпионатах и кубках СССР по боксу. На одном из них в полуфинале в первом же раунде после двух нокдаунов он вынудил отказаться от продолжения боя Виталия Кличко. В середине 90-х Олег переехал в США, где начал выстраивать карьеру профессионального боксера. В 1999 году он получил главный шанс стать претендентом на чемпионский пояс. Это был бой против Хасима Рахмана в Атлантик-Сити. Перед боем Хасим хвастался «Я никогда не проиграю, а тем более белому». Олег ответил «Я не просто белый, я русский». Победу Маскаева почти никто не верил, и котировки были 10 к 1 против него. То, что случилось после, войдёт в историю как нокаут десятилетия. Компания «Великорос» выпустила новую, уникальную коллекцию русских джинсов и слаксов из плотного стопроцентного премиального хлопка. Высокое качество ткани и безопасные красители, современные лекала и безупречный пошив. Всё это гарантирует прекрасную функциональность и долгий срок службы. Прочная и надёжная молния, которая точно не заест и не разойдётся в ответственный момент. А металлическая брендовая фурнитура придаст вашему образу нотки неповторимого стиля от настоящего отечественного бренда. Переходите по ссылке в описании. Там вас ждут отличные качественные вещи и подарочные акции. И все ждут восьмого раунда, где преимущество Хасима Рахмана должно возрасти. Джеб, джеб и джеб, говорят Рахманы. Меняй дистанцию, меняй углы. Но джеб как можно чаще. Ты выигрываешь одной левой. Боб Джексон требует от Маскаева только одного. Действуй поострее, поострее. Боб Джексон требует от Маскаева, поострее, поострее. У Олега Маскаева есть очень хорошее качество. Помимо поразительной стойкости, он еще такой, знаете, реваншист. Просто так. Он ни один эпизод не отдает. Видите, как дела поворачиваются. Восьмой раунд идет к концу. Казалось, что все, уже Рахман перехватил здесь инициативу. Причем просчитать этот момент, когда Маскаев активизирует, совершенно невозможно. Вот это был удар. Об этом ударе будут писать все газеты, все боксерские журналы. Телевидение будет его крутить десятки, сотни раз. Как вам нравится? Рефери считает нокаут. Ну, правила должны быть соблюдены. Что творится в зале? Но пока все внимание на бедного Рахмана. С ним случилось самое страшное, что только может случиться с бойцом во время боя. Он попал правой на правую, что называется. Он пытался ударить справа. И Олег Маскаев опередил его фантастическим по мощи и точности ударом справа. Причем это сделал боец, который медленней, Рахман. И Рахман, падая, снес все телевизионное оборудование со столов, которые стояли у ринга. И свалил целую кучу народа, который сидел за этими столами. Но важно не это. Важно, что он сейчас чувствует. Это больше всего интересует доктора. Никто не ожидал такого исхода в этом бою. Погром за кадром продолжается. Там летят стулья. Свистят банки и бутылки наверняка. Хотя секьюрити запрещает входить в зал с пивом. Встал Рахман. Посмотрим, как это было. Видите? Уже давно в Атлантик-Сити не видели ничего подобного. Очень жестко ударился в пол Хасим Рахман. Здесь боксерский матч продолжается. Эти ребята в желтых майках. Это служба безопасности Конвеншн-центра. Здоровенные парни. Это полиция. С полицией не поспоришь. Учитывая склонность американских полицейских сразу хвататься за кобуру, приходят стоять. Руки по швам. И выслушивать, что говорят. Бедный Стив Смогер получил стулом по голове. Ни за что. Кто-то запустил стулом на ринг. Олег, видно, и сам не ожидал, что так здорово получится. Он знал, что это будет тяжелый бой. Кстати, в отличие от многих бойцов, говорят, с нервами у него все в порядке. Это вот то, что делал сейчас Олег. Это такая типичная профессиональная решительность. Вон, видите, бедный Стив поправляет прическу. Чемпионы с российскими именами уже давно появились на самой вершине профессионального бокса. Но яркая победа русского тяжеловеса в Америке – это было событие, которое, в общем, изменило обстановку в боксе, пусть на короткое время. Олег Маскаев. Победа нокаутом. Это была хорошая победа. И этот бой будут смотреть еще много-много раз.